ребята привет добро пожаловать на наш канал или добро пожаловать назад на наш канал сегодня продолжаем разговор про наш прицеп если вы вдруг не видели начало то ссылка будет где-то вот здесь и еще будет ссылка в описании там вы сможете посмотреть самого первого ролика как мы начали строить прицеп каплю своими руками так вот в прошлом видео мы говорили о задней крышке и она у нас чудесно склеилась чуть попозже вам покажем но от крышки мы уже продвигаемся вверх на крышу собственно говоря вот здесь вы можете видеть как уже начинает зарождаться потихонечку скелет каркас нашей крыши вот эти балки которые вы видите над моей головой кстати говоря я еще раз повторюсь в прицепе я не остаюсь сейчас я нахожусь в дырке которая будет будущим рундуком но по крайней мере пока еще удобно снимать так вот вот эти этот скелет нашей крыши будет приклеиваться на фанеру чуть попозже опять же вам покажем и сверху уже будет собственно крыша нашего прицепа вот здесь как вы видите в балках профрезерованы уже дырочки под провода чтобы никакую эстетику нашего прицепа не портить чтобы все было аккуратно спрятано внутри поэтому вот здесь как вы видите уже идет от электрического узла пойдут провода с там сзади и кверху 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 хоп и тут будет у нас какая-нибудь супер люстра ну люстра конечно громко сказано знаете как в каком-нибудь высокоаристокритическом доме прям представляешь себе люстру хрустальную с висюльками лампочку у нас тут будет какая-нибудь висеть скорее всего но тем не менее даже под лампочку мы подумали вот о проводках крышечки наши от грундука пока еще без замочков замочки вам обещали показать отдельно и мы помним про это но пока еще руки до них не дошли пока еще у нас на повестке дня наша крыша ну так вот ребята в общем находимся опять в любимой части нашего прицепа все же все у нас происходит основная жизнь происходит в попе прицепа ну просто здесь самый лучший обзор как вы можете заметить в общем вы есть у нас вот такие балки на крыше которые мы уже разметили и сейчас мы будем их наклеивать на фанеру то есть мы будем их снимать наклеивать на фанеру чтобы не делать дополнительных распорок при склейке иначе но сами понимаете да вы положите лист фанеры дал должен плотно прилегать к этим балкам для того чтобы в общем все прекрасно приклеилось но чтобы не дополнительных болей в некоторых частях тела себе не организовывать мы сделаем все это на столе потом сверху положим все быть красиво и замечательно дальше в той части прицепа на крыше соответственно у нас должен быть люк для того чтобы мы не задохнулись в нашем прицепе как мышки в стиральной машинке и люк мы будем вырезать уже когда целиком сделаем крышу то есть уже грубо говоря по готовому расчета мы сделали изначально с учетом того что у нас кусок фанеры который является нашей крыши нет ну то есть он не цельно это не два куска и фанеры из-за этого там где будет стык вот на последней балке которую вы можете видеть там же будет и люк там же будет и стык и отдельно скорее всего мы права про него про эти детали вам еще расскажем потому что там ну есть о чем поговорить все-таки цельный материал и кусковой это две разные истории вот ребята вы наверно соскучились по задней крышке нашего прицепа мы всего-то пять минут про нее не говорим но на самом деле поскольку это одна из сложнейших частей на самом деле все конструкции то да вам придется про нее еще немножко послушать если вам реально интересно как эту штуку нужно сделать так вот она вы мы ее уже сняли в общем с шаблонов которые на которые она была прикручена уже приготовили их и для того чтобы топить камин и вот так уже выглядит наша готовая склеенная крышка посмотрите какая насколько она прочная то есть я не могу с ней ничего сделать она не играет не гуляет не выгибается мне кажется что если мы своих детей сюда посадим они как на качелях будут в ней уже кататься настолько она стабильная а всего-то как вы видите здесь всего-то на на всего один слой стекловолокна и один слой эпоксида сверху да он не прозрачные но как я уже говорила в прошлом видео мы на самом деле не добивались прозрачности точнее не так мы были бы не против если бы был прозрачный но мы все-таки взяли неправильное стекловолокно она была достаточно плотная не очень подвижная не очень пластичная из-за этого нам пришлось немного пострадать когда мы собственно накладывали сверху смесь и ну и это одна из причин почему не получилось прозрачности но хорошо что мы это как бы увидели вот здесь когда это не облицовочная часть прицепа и собственно говоря учимся видите на своих ошибках следующий раз уже будем выбирать материалы более вдумчивые конечно пробовать их сначала до того как мы их будем использовать здесь у нас будет что здесь у нас будет провода здесь будет лампочки всякие в общем которые будут давать нам дополнительное настроение также сюда пойдет конопля для дополнительного утепления потому что крышка задняя как я уже говорила одна из главных ну точнее нет почему же одна из а самая огромная дырка в прицепе через которую могут поступать всякие неприятные вещи вроде влаги и холодного воздуха и всего прочего поэтому чтобы отнивелировать мы собственно так и страдаем а вот но как будем дальше мы с ней работать мы конечно вам еще покажем это я к тому что мы не последний раз увидимся с задней крышкой нашего прицепа там мы еще увидим нашу душ и лучшую подружку потому что страданий с ней нам еще вы стоит достаточно много жарниры замки установка на основную на основную конструкцию в общем мы еще с ней увидимся ну что же ребята мы пошли клеить надеюсь что до завтра мы уже все склеим и покажем вам финальный вариант крыши уже с фанерой сверху все чудесно подходит друзья ну вот сегодня уже второй день точнее второй уже поздний вечер нашего нашей работы над нашей крыши как видите у нас все приклеилось ой пардон все съехала это потому что у кого-то руки вот все хорошо у меня с руками оказалось ну так вот мы в общем приклеили все к нашей крыше все очень хорошо держится я на самом деле думала что будет больше было лайка но нет оказалось что все вообще чудесно клей творит чудеса сейчас мы скрутим все это на шурупах и покажем вам ребрышки не бараньи нет просто ребрышки крыши на что смотрите внимательно и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что же, как вы можете заметить, скрутили мы каркас крыши, и как вы можете заметить, вполне он себе взрослого человека выдерживает. Что касается вот этого замечательного провода, который лежит рядом со мной, вот тут есть фрезеровка в крыше и провод. Замечательный наш, вот так сюда про, пардоньте, где там дырочка, а вот она, вот так замечательно проходит, и идет через крышу, туда-ла-ла-ла-ла-ла, ну и соответственно туда дальше, и выходит, где будет у нас супер свет. Соответственно, чтобы эстетику и все другое не нарушать, провода вот таким образом у нас организованы. Что касается ребрышек, которые не бараньи, а крышные. Вот здесь есть супер фрезеровка, если вы посмотрите, вот такие замечательные дырочки профрезерованные внутри ребер нашей крыши. Сделано это, во-первых, для того, чтобы проще было согнуть, как видите, здесь идет радиус у нас, да, то есть крыша у нас неровная. И из-за этого для простоты сгибания материала дерева у нас прорезаны эти дырочки. Также это сделано для дополнительного усиления, для того, чтобы потом еще плюс ко всему, чтобы дополнительно было проще клеить в итоге крышу. Сейчас мы ее не склеили, разумеется, потому что, как вы можете представить, мы хотим все-таки вынести из спальни этот наш прицеп и на нем куда-то уехать. А для того, чтобы его вынести, нам придется его раскрутить целиком и полностью и по частям спустить обратно вниз, потому что сейчас мы находимся в спальне квартиры на втором этаже. И если он будет склеен, разумеется, единым целым мы его не вынесем, только если мы не снимем крышу с нашего дома, чего делать бы совсем не хотелось. И поэтому склейку мы будем производить уже, когда потеплеет на улице, то есть когда температура будет 15 градусов, причем не такими скачками, какие нам замечательные метеорологи обещают последнюю неделю, он у нас будет 15 градусов. О, было там 13-2 минуты в час дня вот на том холме. Нет, нам нужно дождаться, когда погода будет стабильной 15 градусов, и тогда мы всю эту историю раскрутим, развертим, поднапряжемся, вынесем отсюда и внизу уже ее склеим. Ну и, собственно говоря, как вы можете заметить, взрослых людей крышу вполне выдерживает. Я никуда не проваливаюсь, хотя, наверное, это было бы, наверное, сразу миллион просмотров, но нет. Крыша не проваливается, ничего с ней не происходит, я могу вот попрыгать на ней своего рода, и замечательно она себя чувствует. Ребята, ну что, на сегодня мы наше видео заканчиваем, спасибо большое за просмотр. Кстати, если вам интересно, как мы выполняем наши работы по фрезеровке, отрезанию и всему прочему, используя вполне себе тривиальные инструменты, то есть у нас нет никаких специальных там станков и всего остального, мы можем вам показать это в отдельном видео, то есть сделать такой гид по нашему инструментарию. Если вдруг вам интересно, оставляйте комментарий внизу, мы обязательно снимем для вас такое видео. А на сегодня это все, большое спасибо за просмотр, следите за нами в социальных сетях, подписывайтесь на нас в инстаграм, приглашайте своих друзей, приходите к нам большими компаниями, пока!